В эфире. Я всех вас с удовольствием приветствую. Давненько не виделись. Меня по-прежнему зовут Александр. Сегодня для вас провожу этот вебинар. Давайте несколько плюсиков в чат. В знак того, что трансляция пошла. В общем-то, вижу, что вы здесь уже ожидаете. Давайте сейчас сам проверим. Да, трансляция действительно пошла. И таким образом мы с вами можем начинать. Так, обновлю эту страничку. В общем-то, о чем мы сегодня будем говорить, вы все примерно понимаете. Рассылочка была, и этот вебинар у нас с вами достаточно важный. И я бы даже сказал, что очень важный, потому что сегодня мы поставим очень интересные новости к вашему сведению. И расскажем, как именно их применять для того, чтобы у вас все было замечательно в самое ближайшее время. Итак, речь пойдет у нас о проекте «Всем миром», конечно же. О нашем любимом с вами проекте, который никто не покидает уже достаточно долгое время. Ну, в плане того, что он работает уже более 10 лет, да, и приносит всем нам с вами прибыль, удовольствие и моральное, и финансовое от участия в нем. И, в общем-то, забегая вперед, скажу, что это продолжится и дальше. Ну, в общем-то, это самое главное. Теперь можно слушать со спокойной душой. Итак, смотрите, друзья, о чем хочется поговорить. В первую очередь о том, что вы наверняка заметили за последние несколько недель, может быть, даже и месяцев уже тенденция такая сохраняется, что на сегодняшний день в проекте существенно снизилась общая активность участников. Ну, и не только участников, и новичков в целом, да, то есть что это значит? То есть меньше регистраций, меньше оказаний помощи, меньше пожертвований, меньше вообще всего, да, соответственно, меньше ваших вознаграждений, и общая активность, она, так сказать, падает, ну, и возникает у многих такое плохое настроение от этого, да, и люди начинают писать уже в личку о том, что, а стоит ли продлевать участие, а стоит ли там вообще что-то делать, да, то есть, ну, приглашать стало сложно, и вообще никто там не регистрируется по моим ссылкам. И сегодня как раз я хотел бы поговорить об этом и озвучить вам следующую информацию, которую вы сможете применять, как я уже сказал. Так, ну, здесь ничего нового не появилось в чате, здесь плюсики есть. Если будут какие-то вопросы появляться там, то обязательно их можете записывать, и после я вернусь в чат и прокомментирую. Итак, смотрите, друзья, давайте для начала мы с вами проанализируем те причины, по которым произошло снижение активности, и я вам, в общем-то, опишу те меры, которые сейчас мы будем предпринимать для того, чтобы компенсировать, так сказать, эти последствия, последствия этих причин, да. Ну, если, может быть, вам может показаться, что ситуация, на самом деле, такая, достаточно плачевная, да, то, ну, вот я лично нахожусь в очень спокойном состоянии духа, потому что я знаю, что эта ситуация, можно сказать, даже управляемая, и очень даже хорошо, что она сейчас происходит, потому что у нас с вами в ее, в общем-то, итоги появится очень интересный козырь у каждого из вас в руках. Сейчас, в общем-то, и расскажу, какой именно, почему и как вообще это интерпретировать. Итак, действительно ли проект, который работает с 2011 года, может каким-то образом сейчас пострадать от текущих событий и так далее, да. Вот сейчас мы с вами посмотрим, и вы сами сможете предположить, какое будущее ждет этот замечательный проект, и какое будущее будет связывать вас с этим проектом, и как эффективно. Итак, причины, которые повлекли сегодняшнюю ситуацию, ну, и, собственно, снижение активности в проекте, да и не только в проекте, а вообще, да, много где их, я выделил основных две. Первая причина, она как бы явилась первопричиной, но, наверное, и без нее тоже это случилось бы, так или иначе ее нельзя отрицать. Это резкие изменения в концепции проекта, которые были произведены в конце 21-го года, то есть в декабре, помните, да, когда мы осмысленно и осознанно пошли на резкий отказ от акцента на бизнес-возможности, ну, если вы помните, то этот акцент был действительно очень сильным, ну, вот так примерно выглядела главная страница сайта. Это далеко не все, да, это просто верхушечка, ну, и, в принципе, здесь может показаться, что ничего такого страшного здесь нету, но я вам тогда еще пояснял, да, то, что в современных условиях, когда и внимание контролирующих органов уже совсем другое, и вообще менталитет людей и реакция людей на вот такой концентрированной бизнес-подачу в условиях того, что мы с вами вроде как рекламируем благотворительный проект, оно вызывало очень серьезный резонанс, и морально-этические нормы задевались. То есть, ну, проект не мог двигаться дальше в том ключе, была произведена, ну, те действия, которые, в общем-то, повлекли за собой изменение внешнего облика сайта, да, вот сейчас он вот так выглядит, и тут, да, вроде бы как бы есть небольшой акцент на то, что можно что-то здесь получить, заработать, но, так или иначе, мы были вынуждены отказаться и, ну, формально закрыть, или, можно сказать, даже удалить из вашего доступа те видеопрезентации, те баннеры, которые вы так сильно любили все это время, и фактически, ну, вы остались, ну, не сказать, чтобы с голыми руками, но, так или иначе, все те самые рабочие рекламные инструменты, которые вы привыкли использовать, они попросту исчезли, и многие участники оказались, соответственно, к этому, ну, не готовы, да, то есть как вести деятельность, если привык ее вести так. И те мотивационные точки, на которые вы давили там в рекламе, да, они больше как бы не работали, ну, или нельзя их там использовать как-то, да, соответственно, это повлекло за собой цепную реакцию, то, что ваши рекламные кампании либо прекратились, либо стали намного менее активными, менее эффективными, менее конверсивными, в конце концов, ну, и это, в свою очередь, уже дальше повлекло следующей цепной реакции по уменьшению регистрации и целости активности на сайте. Еще что произошло, это то, что когда мы убрали с сайта презентации, да, он стал как бы, ну, не сказать, что прям совсем там белым пушистым, да, но, так или иначе, без каких-то острых углов, но в то же время потерял свою бизнес-привлекательность. Что самое, наверное, неудобное, это то, что на сегодняшний день он является таким малопонятным для новичков, то есть человек приходит сюда, видит какие-то, ну, фразы, какие-то даже видео, но дойти до того, как это работает, удается далеко не всем, потому что той самой презентации, которая бы рассказывала, как это работает, ее в прямом доступе здесь, на главной, ты не найти особо, да, вот, а контакта с пригласителями не всегда, в общем-то, есть, поэтому этот момент тоже очень сложный. Ну, и добила ситуацию, в общем-то, вторая причина, которую мы все с вами знаем, наблюдаем на сегодняшний день. Неизвестно, когда, в общем-то, она разрешится и как долго продлится, но, так или иначе, факт есть факт. Событие на Украине, специальная военная операция Российской Федерации, она, ну, в общем-то, выступила очень серьезным фактором, который можно разделить тоже на несколько зон влияния. Итак, первое влияние этой ситуации, это то, что эта ситуация, собственно говоря, очень сильно стрессовая получилась для граждан, не только России, не только, там, Белоруссии, ну, и, конечно же, Украины, да, граждане Украины вообще потеряли, наверное, возможность какого-то активного участия, потому что либо вынуждены были, там, уехать из страны, кто-то думает сейчас вынужден вообще о другом, да, не то, что там вести бизнес в каком-то интернет-проекте. И, ну, понятное дело, что и для всех стран мира сейчас ситуация такая, очень неоднозначная, потому что люди склонны скорее сохранить свой бюджет и, там, сконцентрироваться на чем-то более материальном, да, более приближенном где-то работе, где-то еще что-то уменьшить свои расходы и постараться минимизировать риски для своей семьи, да. То есть это первая ситуация. Потом резкое увеличение курса доллара, которое было, ну, сейчас вы знаете, что курсы валют, ну, по крайней мере, в России вернулись в свое состояние на февральский момент примерно, да, плюс-минус, то есть сейчас колебаний курса нету, но, так или иначе, он был. И, ну, формально для граждан России и ближнего зарубежья она получилась следующей, то, что и без того не совсем доступная для всех сумма входа, так сказать, в проект, то есть сумма оказания помощи, она стала чуть ли не в два раза выше, ну, и попросту заблокировала возможность участия для тех, даже тех, кто хотел, может, в дальнейшее время принять, да, это самое участие, зарегистрироваться, оплатить. Ну, и итогом всего этого стали еще и некоторые санкционные ограничения, которые коснулись в первую очередь трансграничных оплат банковскими картами, Visa MasterCard, которые запретили операции из других стран в Россию, ну, и из России в другие страны. И это, конечно же, вызвало невозможность производить оказание помощи по банковским картам, поскольку буквательный фонд имеет резиденцию в Российской Федерации, ну, и, соответственно, обслуживается в банке и на тени в Российской Федерации. Поэтому все это в совокупности, да, первая причина, вторая причина, это привело к сегодняшним последствиям и, собственно говоря, то, что мы с вами имеем. Сейчас я вам покажу те, в общем-то, уже намеченные действия, планы. Они были продуманы, проработаны, о некоторых из них я вам рассказывал и раньше, но в таком виде больше анонса может будет, может не будет, да, то есть, а сейчас же это уже принятая концепция, и компания будет двигаться именно в этом направлении. Сейчас я вам, в общем-то, все и расскажу. Итак, какие же меры будут предприниматься для того, чтобы озвученные причины, ну, если, может быть, можно сказать, компенсировать, а в каких-то случаях и сделать намного лучше и интереснее, чем было раньше. Итак, новые презентации. Да, то, что мы с вами говорили, то, что были убраны любимые рекламные материалы, та самая презентация с сертификатами, которая с 2011 года будоражит и будоражила умы людей, и именно с нее многие начинали свое участие сначала в GoCline International, далее уже в проекте всем миром после 2014 года, когда был ребрендинг. Ну, и эта презентация, она была удалена, поскольку концептуально уже перестала соответствовать новым концепциям, которые были в конце 2021 года озвучены, но на ее место ничего до сих пор не было предоставлено. Так вот, на сегодняшний день идет полным ходом, я вам смело уже могу заявить, разработка новой видеопрезентации, той самой на замену с сертификатами, и будет она не просто учитывать обновленную концепцию, не просто в ней будут присутствовать намного более в явном виде достижения по привлечению благотворительности, но и, собственно, она будет намного приятнее, намного современнее и понятнее в некоторых местах, то есть те места, которые в той презентации старой были, может быть, немножко упрощены и непонятны, здесь мы постарались уже раскрыть. То есть я вам даже вот здесь сейчас показываю несколько кадров из этой презентации, и мы рассчитываем, что в начале мая мы ее уже с вами можем увидеть и пощупать. Ну и как пощупать, да, может даже использовать ее как боевую, потому что, ну, конечно же, она выйдет на русском, на английском языке в самом начале, ну а дальше по традиции будет увеличиваться фонд языковой. Итак, это новая видеопрезентация благотворительной эстафеты, да, это самое главное, с чего все начиналось, и оно с этого и продолжится. Далее, видеопрезентация благотворительного марафона. Я слайды с нее не покажу, потому что она будет разрабатываться в следующей очереди после того, как будет завершена работа на презентации по эстафете, но мы с вами прекрасно знаем, что у нас до этого не было видеопрезентации марафона. Все вот эти три года или сколько у нас марафон с вами работает, да, как дополнительный маркетинг, мы с вами обходились только графической презентацией на сайте. Она сейчас обновлена на сайте, но, ну, я прекрасно понимаю, и вы тоже многократно говорили о том, что нужна видеопрезентация, чтобы можно было просто дать человеку ссылочку, просто дать, там, показать хоть по телевизору, хоть со смартфона, да, и человек понял, вам осталось ответить на вопросы. Какая презентация будет, сценарий уже готов, и как бы работа над ней будет сразу после завершения презентации по эстафете продолжим. Вот, и дальше, конечно же, новые рекламные баннеры по новой концепции. Постараемся объять и те моменты, на которые раньше не было акцента, то есть будет всесторонне, интересно, баннерами освещена концепция проекта всем миром. Это будет далее усиление акцента на бизнес-возможности, которое было, соответственно, было упущено, ну, так сказать, то есть как следствие изменения концепции, попытки отказаться от всего вот этого вот излишнего, излишние акценты на бизнеса, да, будет частично возвращаться, ну, в таком нормальном равновесии, поскольку видеопрезентации уже будут соответствовать тому видению, которое администрация закладывает для проекта в обновленной форме. И, конечно же, на сайте появятся те самые изменения, которые приведут его, во-первых, в более понятный вид для любого зашедшего на него новичка, сделают его адаптивным под мобильные платформы, и, конечно же, там человек сразу сможет увидеть саму суть, то есть те новые презентации по эстафете, по марафону, который мы выпустим, и это будет создавать очень серьезную конверсию, то есть все вернется на круги своя и даже станет лучше, потому что вам будет оставаться просто пригласить человека по своей ссылочке на сайт, ну, в общем-то, как и раньше, только теперь это будет еще и более конверсивно. Но этого, разумеется, недостаточно, и поэтому основные нововведения я вам еще не рассказал. что они будут касаться увеличения доступности, так сказать, участия в проекте, поскольку, как уже говорилось, даже несмотря на то, что курс доллара вернулся к своим традиционным значениям, но, так или иначе, он был и без того немаленький, и даже номинальная сумма в 100 долларов участия в эстафете, именно такую сумму нужно оказать благотворительное пожертвование для того, чтобы принять участие в эстафете, или там 35 долларов для благотворительного марафона, это вроде бы не такие критичные суммы, но все же не те суммы, с которыми любой человек может с закрытыми глазами так не глядя расстаться, то есть, ну, как это обычно должно происходить при благотворительном пожертвовании, что человек не должен испытывать какие-то муки, совести, угрызения, а получится, нет, то есть сделать доступнее участие. Ну, и вот у нас с вами тот маркетинг, который присутствует сегодня, это активация аккаунта за 5 долларов, это сервисный сбор, или, как сейчас у нас, это также оказание в благотворительный фонд производится, альтернатива, и дальше вот эти суммы, да. Что же будет происходить? Ранее я вам уже озвучивал ту идею, которая была за основу планированных нововведений, сегодня могу смело сказать, что они именно такими и будут. Доступность участия будет обеспечена и в марафоне, и в эстафете следующим образом. За счет так называемых свободных сумм оказания помощи и любой желающий сможет принять участие и в марафоне, и в эстафете, или и там, и там одновременно, самостоятельно выбрав тот размер оказания помощи, и которые ему на сегодняшний день, ну, которые он сам себе может позволить. И здесь будет вариация от 10 до 100%, то есть, ну, мы с вами знаем номиналы, да, это 100 долларов и 35 долларов в марафоне, соответственно, это как бы 100%. И будет человеку дана возможность войти с 10%, 20, 30, 40, 50, ну, кратно 10% он сможет входить на любую сумму, и в зависимости от того процента, от номинала, который он будет оказывать помощь, именно таким процентом вознаграждения он будет обладать в маркетинге. То есть, вошел на 50%, сможет получать 50% от заявленных вознаграждений. И в любой момент человек сможет повышать уровень своего участия, так называемый, просто до внося пожертвования. Ну, понятно, что это будет чуть больше, чем как бы сразу оказать на 100%, иначе как бы смысл, мотивация должна быть именно сразу оказать. Но как именно это будет, мы с вами уже дальше посмотрим. Просто сам факт, чтобы вы поняли, да, то есть любой желающий может войти и в марафон, и в эстафету позволить себе, он сможет это, потому что суммы будут просто-напросто такими смешными и общедоступными. 10 долларов, там, 3,5 долларов в марафоне, вот словно, может быть, там, не знаю, может не 3,5, может быть, 5 это будет, да, то есть, чтобы кратно хотя бы там доллару было. Но это мы с вами посмотрим. То есть, но сам факт, то, что суммы станут очень доступными, и это повлечет за собой в совокупности с новыми видеопрезентациями. Кстати, и в видеопрезентациях мы тоже сделали, сделаем акцент на то, что войти можно будет с любой суммы, не только со 100 долларов, но и с суммы ниже. То есть, будет такая вставка соответствующая, и человек, глядя на эту видеопрезентацию, не будет пугаться, что там пойдет речь о 100 долларов, и не будет думать, что, о, нет, 100 долларов смотреть даже не буду, не могу себе позволить. То есть, там же он сразу услышит, что не пугайтесь, да, войти вы сможете с любой суммы, которую посчитаете нужным. От этого будет зависеть размер вашего вознаграждения. Ну, и, кроме того, будет отменен шаг активации, тот самый шаг, с которого сейчас начинается управление аккаунтом, то есть, знаете, что стоит человеку зарегистрироваться, и дальше он встречает предложение активировать аккаунт, и пока он это не делает, ничего, в общем-то, произойти не может, да, и на этом шаге ему предлагается оплатить 5 долларов, либо отправив как пожертвование благотворительный фонд, либо оплатить другими способами, как сервисный сбор за обслуживание аккаунта, и на этом этапе многие просто останавливаются. Почему? Потому что об активации ничего нигде не было сказано, да, на сайте. Человек регистрировался, для него этот момент неизвестен, непонятен, и он вроде бы как хочет сейчас увидеть марафон, эстафету, там может что-то в кабинете увидеть, да, пощупать, а ему раз такой, оплатите, пожалуйста, да, там сервисный сбор, и тогда что-то, может быть, мы вам покажем. То есть многими это воспринимается как, возможно, какое-то мошенничество, ну, знаете, да, там много есть сервисов, которые таким образом зарабатывают на доверчивые граждане, говорят, вы там выиграли, я не знаю, там какую-то сумму, вам она полагается, но сначала оплатите там комиссию, там 10%, да, и, конечно же, там никакой суммы человек потом не получает, а деньги свои оплачивает. То есть у многих здесь срабатывает защитный рефлекс, многие просто не готовы к этому были, потому что нигде не озвучилось. Ну и в целом будет следующим образом то, что сразу после регистрации участник будет иметь возможность активировать марафон или эстафету, или и марафон, и эстафету, и сразу же войти в маркетинг, и сразу же начать приглашать уже через 5 минут своих друзей, партнеров, коллег и так далее. То есть представляете, насколько это все упростится и ускорится. Ну и, кроме того, было проанализировано и в соответствии с текущей, опять же, ситуацией будет снижена в ближайшее время стоимость таких популярных услуг, как бизнес-автомат. Снижена будет, не скажу насколько, но существенно. Будет более доступная сумма участия в совместных рекламных кампаниях, но это все в совокупности того, что общая лояльность, да, и общая сумма участия меньше, и люди смогут себе позволить и бизнес-автомат, и совместную рекламу, даже если они вошли там на самый минимум. Ну, а вы знаете, что сама по себе, сама по себе услуга бизнес-автомата, она тоже является мотивацией, да, потому что человек идет сюда, он может быть думает, что пока не готов приглашать, но понимая, что в проекте есть такая услуга, возможность получать партнера без приглашений, пусть даже оплатив некоторую сумму за эту услугу, он принимает положительное решение. Ну, и при этом всем даже, несмотря на то, что стоимость услуги снизится, и бонус для новичков 10-долларовый, он сохранится. Хотя и активации, как вы понимаете, не будет, но бонус человек получит за активацию участия в марафоне или эстафете. То есть, ну, тоже такая крутая мотивация у нас сохранится. Вот. И совокупно ко всему, да, чтобы вы понимали, что это за собой повлечет вообще, да. То есть, представляете себе, что стало участие доступнее, стало, там, не стало активацией, появились на сайте новые видеопрезентации, сайт стал намного интереснее. И при всем этом концепция проекта уже даже не вызывает никаких сомнений в плане ее легитимности, как это могло вызывать раньше, да, хотя это тоже было легитимной, но в плане законности все здесь в норме. И это в совокупности делает проект уже намного-намного более привлекательным для абсолютно всех окружающих вас граждан. И огромный поток регистрации новых участников хлынет в проект, да. Как вы понимаете, что это будет означать? То, что ваши места в марафоне будут заполняться, не места, да, а структуры в марафоне будут заполняться как по вашим приглашениям, так и по переливу, и за счет приглашения ваших партнеров просто сумасшедшей скоростью. Там, ну, представьте себе, что вам для заполнения всех 10 уровней, я вот сейчас перелистаю, да, вот она мотивация, 10 уровней в марафоне, там, 5854 доллара максимальных вознаграждений, и на этих 10 уровнях у вас всего 2000 мест, из которых там несколько ваших, да, пусть там вы заняли золотой треугольник, подготовились, 3 места, 7 мест, они ваши. И у вас заполняются все 2000 мест, все 10 уровней заполнены, и вы уже просто сумасшедшие получаете вознаграждение уже от этого. Дальше ваши участники, даже если вошли не на полные суммы, они видят, как заполняются места под ними, с какой скоростью, и уже получают уведомления о том, что они бы получили столько, но могли бы получить больше, да, им компания будет говорить, что дружище повышай уровень своего участия, получай больше процентов вознаграждений, соответственно, они у вас начинают повышать уровень своего участия, то есть, например, вошли, кто-то там на 3,5 доллара вошел, пусть, да, мелочь там, и вы немного от него получили, но он сразу понимает, что маркетинг работает, да, идут переливы какие-то, и сам, у него самого получается приглашать, потому что это действительно легко там на 3,5 доллара пригласить. И он повышает до 100%, до 35 долларов, да, это сумма небольшая, когда он видит, что все работает, и вы еще получаете вознаграждение за это. То есть, хлынет большой поток, и вы должны быть к этому готовы. Ну, и по эстафете в том числе, потому что у вас вполне возможно начнут просыпаться и старые участники, которые давно уже зарегистрированы в проекте, потому что проект предстанет совершенно новым, да. Это как бы сейчас мы с вами имеем, по сути, ситуацию предстарта. Ну, знаете, что такое предстарт, да, когда все ждут запуска какого-то нового проекта или там нового маркетинга, все под него именно затачивают свои рекламные кампании, все нацеливаются на эту замечательную дату старта, и в предвкушении ее ждут. Именно в этот момент намного проще приглашать сюда людей. Сейчас вы, по сути, находитесь в этом моменте, и у вас есть такой козырь, которого нет ни у кого, но представьте, потому что вы уже в проекте, вы уже в маркетинге, и знаете, как он работает. По сути, у вас есть к нему доверие, и вы все о нем знаете. Соответственно, что сейчас сделать с этой информацией? Нужно подготовиться к старту этого момента самостоятельно. Когда этот старт состоится? Как озвучили технические специалисты, к началу июня уже постараются это все сделать. То есть начало лета – это наш с вами условный момент готовности номер один. Никаких конкретных дат называть не буду, потому что могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства, задержки, или, может, наоборот, еще быстрее удастся сделать. Но так или иначе это обязательно будет. Поэтому приготовиться к старту самостоятельно. Что это значит? Проверить, что у вас активные все места и в эстафете, и в марафоне. Если вдруг неактивный – продлить. Если у вас одно только место, есть смысл сейчас подумать над золотыми треугольниками. Что такое золотые треугольники? Вот он, золотой треугольник. Это когда у вас не одно место, а сразу целая серия, причем они друг под другом находятся, и именно за счет этого имеют суперпозицию, которая позволяет вам получать в два, в три раза больше денежных переводов от каждой активации в вашей структуре. То есть, ну, вы понимаете, если структуры будут заполняться просто пачками, то вам глупо иметь только одно место, да, потому что когда у вас заполнится под вашим первым местом 10 уровней, уже не будет возможности у вас прикупить еще два прямо под ним, потому что они будут заняты, и вы будете кусать локти. Сейчас вы знаете о том, что будет, можете предположить, насколько это интенсивно повлияет на поток в проекте. Соответственно, если считаете, что это действительно вам интересно, то создавайте и фиксируйте за собой золотые треугольники в маркетинге. Это первое. Даже если у вас там есть кто-то под вами, вы не уверены, что он будет удалять свое место, там, да, под него прям заходите, потому что если удалит, ну, повезет вам ваше место компрессии, закинет под вас. Если его место не удалится, то, ну, хотя бы на третьем уровне будете под собой, да, тоже хорошо. Дальше. Приготовились сами. Следующий этап. Приготовьте к старту своих партнеров. То есть все партнеры, которые еще пока не в курсе планируемых нововведений, но вы имеете с ними контакт, вы имеете с ними хорошее взаимоотношение, поделитесь этой информацией, которую сегодня мы озвучили. То есть можете прям запись этого вебинара дать, чтобы ничего не придумывать, чтобы с первых уст человек узнал, понял, проанализировал, сделал выводы и точно так же подготовился к старту, да. То есть точно так же активировал все свои места, точно так же занял золотые треугольники и был готов принимать, соответственно, пополнение. И третье. Это не стоит сидеть, ложа руки прямо сейчас, потому что, как я уже сказал, сейчас у нас с вами в руках такой козырь, который называется инфоповод предстарт. Предстарт. Действительно это предстарт. Да, проект давно работает, да, он запущен, но у нас с вами действительно сейчас получается предстарт, потому что те изменения в маркетинге, которые грядут, они, ну, сродни запуску какому-то нового вкусного маркетинга. И напомню, да, это запуск новых видеопрезентаций, это увеличение лояльности, отмена активации и, ну, глобальное увеличение регистрации в очень хорошем проверенном времени в легитимный проект. Вот такая информация. Соответственно, что еще? Ну, здесь я показал по марафону. В принципе, это все. Давайте сейчас к вашим вопросам. Вопрос по поводу платежных систем, которые, как одна из причин, да, там оплата Visa Mastercard. Здесь, в принципе, ничего страшного в этом нет. Оплата Visa Mastercard российских банков работает. Оплата зарубежными банками будет. Решение найдено, я уверен. Сервисов, донатов достаточно много. Они будут, скорее всего, подключены. Даже если абстрагироваться от банковских карт, вы знаете, многие проекты и вовсе работают без банковских карт, да, на платежных системах Perfect Money, Pair, Advanced Cash. Все это в вашем распоряжении. Огромное количество обменников. То есть это не помеха. Ну, а там, дай бог, все это, все санкции в итоге отменятся. Ну, будем на это надеяться или будут найдены решения. В конце концов, фонд может получить какую-нибудь зарубежную юрисдикцию и таким образом обойти этот вопрос. Так, а теперь хочу ваши вопросы. Так, хорошо, если бы все так было, как говорится. Да, именно все так и будет, ну, и будет зависеть, соответственно, от вас. Да, адаптация по смартфону, ну, куда как бы без нее сейчас все на смартфонах завязано. Так, вопросы, вопросы, друзья. Да, не буду сегодня долго вас задерживать. Хочу, чтобы эта информация была концентрированной. Еще раз повторю, то, что сейчас важно не терять времени. Помимо того, чтобы подготовить свои места, намного важнее обустроить себе окружение из своих партнеров. Из тех людей, которые уже раньше с вами работали по проекту и, может быть, каким-то причинам прекратили. Или, опять же, увидели снижение активности и не стали продлевать места. Сегодня ознакомьте, ну, или не сегодня, может, в течение ближайших дней, ознакомьте их обязательно с этой информацией, потому что оказаться в таких супервыгодных позициях другого шанса не будет. Но это можно сказать все равно, что оказаться на старте Goldline тогда, в 2011 году, да, и знать наперед, что этот проект выстрелит, да. Многие были на старте Goldline, но совершенно немногие сумели воспользоваться этим и потом кусали локти. Сегодня у всех шансы одинаковые, но вы уже знаете, что у проекта и большое, и богатое прошлое, и, скорее всего, точно так же богатое и успешное будущее. Ну, с вашим или без вашего участия, в общем-то, это решать уже вам. Итак, да, спасибо вам за присутствие. Запись будет вот передано скинула, ну, на нашем канале она будет присутствовать. И, кроме того, ознакомим всех с этой информацией посредством email-рассылочки, посредством публикации на сайте. То есть не исключено, что вы увидите сейчас многие оплаты под вами, тех людей, кто давно уже не участвует в проекте. Ну, и прямо сейчас уже до этого старта вы можете зарабатывать здесь намного больше, чем зарабатывали раньше. Надеюсь, вы это поняли. Если будут какие-то вопросы, можете писать в официальный канал, официальные группы, в чаты, ну, или можете даже мне лично писать, у кого контакт есть, у кого нет, найдете. А я всем желаю мирного неба над головой, желаю, чтобы побыстрее решилась эта ситуация на Украине положительным образом для всех, с минимальными жертвами. И, в общем-то, всем нам с вами желаем успеха и прекрасного будущего. Все, друзья, не буду вас больше задерживать. До скорых встреч. Пока-пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok